Официанты, снующие между столами, бармены, натирающие бокалы до блеска, а самое главное – довольные и сытые гости. Ресторанная жизнь в Самаре возвращается к привычному ритму. С 1 июля посетителей можно принимать не только на летних верандах, но и в основных залах. Правда, с соблюдением санитарных норм, избегая скопления людей. Сохранить свое дело и открыться после длительной паузы предпринимателям помогли федеральные и региональные меры поддержки. Постановление 696 – это кредит на возобновление бизнеса, соответственно, на все предприятия мы его получили. Сейчас наша задача выполнять как раз эти критерии по удержанию людей и удержанию зарплат. Получили быстро, легко, в принципе, никаких проблем не было. Один из главных критериев для получения помощи – избежать увольнений и максимально сохранить рабочие места. Для этого весной предприниматели могли получить субсидию, равную минимальному размеру оплаты труда на человека. Эти средства можно было потратить на зарплаты, рефинансирование кредитов, аренду, коммунальные платежи и другие нужды. А с 1 июня до 1 ноября можно подать заявку на льготный кредит по 2%. За время действия этой программы суду одобрили уже 5000 бизнесменов региона. За указанный период мы уже выдали почти миллиард рублей кредитов по программе постановления 696. Считаем, что данная программа наиболее востребована на сегодняшний день. Мы видим спрос со стороны бизнеса, а также она очень актуальна и своевременна. Еще одна мера поддержки, которой могут воспользоваться бизнесмены – субсидия на дезинфекцию своего предприятия. Можно подать заявку до 15 августа и компенсировать затраты на маски, перчатки, антисептики и аппараты, обеззараживающие воздух, которые теперь, помимо подносов и приборов, стали обязательными атрибутами в заведениях. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События.